Так, ну поехали. Давайте напишем метод двоичного поиска. Давайте, вот будет... BinarySearch. Точно так же он принимает массив и какое-то число x. Пытается его найти. Давайте сделаем так же, как мы делали на теоретическом занятии. Попытаемся искать элементы в границах от L до R. Тогда L вначале равно 0. R равно длине минус 1. Вот мы от L до R включительно ищем наш элемент. Пока R больше равно L. Пока в отрезке от L до R есть хотя бы один элемент, пытаемся его найти. Берем средний элемент. На самом деле, большие любители пишут вот так. Это немножко быстрее, потому что деление это такая долгая операция, а сдвиг вправо на бит это быстрее. Давайте так напишем, будем молодцами. Так, теперь взяли элемент с индексом M, посмотрели, они равны ли он случайно X. Если равен, тогда очень радуемся, возвращаем M. Если там получился элемент, который больше X, значит X нужно искать где-то левее. его, а именно до M-1. Если ни то, ни другое не сработало, здесь тоже на затеялось, можно написать. Как пущей красоты. Скопчик здесь поставим. Так, совсем красиво. Если элемент не равен и не больше, то значит он меньше. Значит нужно искать правее его. Теперь можно искать M-1. Если ни разу ничего не нашли, тогда возвращаем M-1. Классический двоичный поиск. Давайте запустимся, проверим, что все работает. Вот он опять заработал долго, за 2 секунды. Но это на самом деле потому, что вывод тормозит. Если вывод убрать вот здесь вот. А, так, потому что я вызываю линейный поиск вот здесь. Да, если я заменили на двоичный. Да, отработал в 10 раз быстрее. Так, давайте проверим, если не тормозит мой вывод. На самом деле не тормозит. О, в основном будет минус 1. Это не очень хорошо. Почему так происходит? Давайте изучать. А, ну понятно, почему так происходит. Потому что у нас массив A не отсортированный. В не отсортированном массиве двоичный поиск, известно, не работает. Давайте немножко исправим наш генератор. А именно вот массив A возьмем и отсортируем. Так, теперь запустим. Да, вот термассив A отсортирован, и теперь все будет работать. Давайте проверим, что действительно все работает. Да, вот видим, что за 472 миллисекунды у нас нашлись все числа. Прекрасно. Так, а если заменить здесь на линейный поиск? Ну да, вот видите, все еще тормозит. Пока что двоичный поиск работает где-то в 5 раз быстрее. Даже для таких не очень больших массивов. Если массив сделать еще больше, будет еще большая разница. Да, замечательно. Давайте, по правилам, по правилам, по правилам, по правилам, на проверку. Для этого здесь нужно убрать вывод. нужно читать систем.in. Прекрасно. И нашу чудесную программу переместить в корневой package и переименовать в main. Класс main уже есть. Осталось с прошлого занятия. Давайте этот удалим. Этот переименуем в main. Все еще работает. Запустим новый main. Скопируем сюда тест. А, у нас опять нумерация с единицей. Для этого здесь нужно сделать m плюс 1. Еще раз. Ну да, вот на тесте работает. Давайте сейчас нашлем. ЖАВ-8. В принципе, с ЖАВ-8 ничего нет, просто чтобы не было. Готово. Отправляем. Так. Давайте обновим страничку. Так. О, зашло. Отлично. Поздравляем, он там целый вечный поиск. Субтитры сделал DimaTorzok